В моем понимании Украина будет, как ни покажется странно, долг возвращать будет по частям, но при этом мы будем поставлять газ. Поэтому тут для себя надо четко все понимать, что в чем проблематика добычи газа и нефти, это невозможно остановить физически. Потому что заглушить скважину зачастую дороже, чем ее поднять. Потому что вы вскрыли этот пузырь, в том числе и вплоть до направленного взрыва, чтобы это заглушить. То есть это не просто так. И плюс ко всему газ где-то надо накапливать. То есть газовое хранилище не бесконечно. Поэтому нам куда-то все равно это надо спуливать. Поэтому Украина будет чуть-чуть потихонечку платить. Дефолт она, конечно, объявит. Я бы на ее месте объявил, но объявит она не по причине долгого, упаси Господь, России, а по причине того, что экономику нужно, скажем так, реинновировать и зачистить. Она, конечно, очень сильно страдает от той войны, которая происходит. И, к сожалению, Украина лежит на таком хирургическом столе между глобальными державами. Ну и мы там пытаемся что-то там свое выкружить. А МВФ, ну это понятно, что он делает все в интересах европейских государств. Он обязан это делать. И мы там, как говорится, в эту игрищу не играем по причине того, что мы никто и имя наш никак. Но тут либо надо соглашаться, садиться за этот карточный стол. А невозможно быть не вне карточного стола, но пытаться там диктовать или влиять на эти условия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...